Друзья, всем привет! С вами Ваша Виктория и это парфюмерный канал. Совсем недавно я снимала отдельное видео, где подробно рассказывала о своих парфюмерных хотелках. Также я там рассказывала свое отношение к покупке новой парфюмерии. В списке в моем было примерно 10 ароматов и возглавлял этот список. Прекрасный, классический, незабываемый аромат, который есть, мне кажется, в коллекции практически каждого парфюмерителя. Давайте с самого начала начнем. Это у меня посылочка рандеву, который находится, тот самый аромат, о котором будем сегодня с вами разговаривать. Это моя сбывшаяся первая парфюмерная хотелка в этом году. Сразу хочу сказать, это не сотрудничество, это моя личная покупка и давайте будем смотреть. Итак, здесь у нас накладная, два пробника в подарок. Это у нас был пробник какого-то лосьона для тела. Я не знаю такую фирму, честно говоря. Впервые вижу такой бренд. Также мне подарили парфюмерный продукт Селена Гомес. Интересный аромат, я с таким еще не знакома. Селена Гомес, напишите, если вы знакомы. Парфюмированная вода, моя любимая, доночка, доночка, труссарди. Это именно парфюмированная вода. Только такую версию я хотела иметь в своей коллекции. Здесь 30 мл. Дона 2011. Парфюмерная вода 2759. И два от Леванта. Ну, конечно же, это от Ар Коллекшн. Это Халтат Найт, Ночь любви, полтора миллилитра, 210 рублей. И Куин оф Шеба, полтора миллилитра, 203 рубля. Друзья, сразу скажу, что здесь и моя хотелка, и одно мое парфюмерное разочарование. Итак, давайте начнем. Следующим образом выглядит накладная. Плюс ко всему, я использовала свой личный промокод. Я здесь его пропишу. И у меня были начисленные бонусы за отзывы. Их я тоже использовала. И вся эта посылка у меня получилась почти что в 3000 рублей. Я считаю, это отличная цена за все то, что я приобрела. Давайте поближе посмотрим на мою хотелочку. Труссарди Дона. Очень красивый аромат. Был он у меня в мои студенческие годы. Но у меня был большой объем, либо 50, либо даже 100 мл. Я помню, что я просто в рабочие будни умилялась этому аромату. Как он мне нравился. Он меня окутывал в кокон. Он меня и согревал. Он мне и дарил позитивное настроение. Он давал мне ощущение свежести, чистоты. Ну, потрясающий аромат. Скажу честно, я уже наносила этот аромат на себя вчера. Вчера ко мне посылочка пришла. Не смогла утерпеть. Друзья, у меня прям какие-то флешбеки. Он мне напомнил несколько других ароматов из моей коллекции. Как-то по-другому раньше я его воспринимала. Раньше он был для меня более свежий. Здесь было больше аромата чистоты для меня. А сейчас, наоборот, здесь больше белых цветов и больше пудры апельсинового цвета. И я вчера ходила, ломала голову, на что же он мне похож, на что же такое, даже на что же он мне похож. И поняла, похож он мне на аромат. Мой любимый, кстати, аромат от Ariflame Giordani Gold Essenza. Сейчас я его принесу, сравним. И похож он мне на Фаберлик Таваруа. А еще Фаберлик Таваруа напоминает мне другой аромат от Avon. Забыл, как он называется. Вставлю здесь картиночку. Вот что-то между ними есть. Что-то такое свежее, что-то чистое, бело-цветочное. Так, сейчас хожу за ароматом от Ariflame и сравним. Итак, аромат Донна, парфюмированная вода, аромат 2011 года. Зачитаю пирамиду. Фруктовые ноты. Юзу, лимон, жасмин, африканский апельсиновый цвет, лотос, ваниль, сандал, пачули, вирджинский кедр в базе. Это цветочно-восточный аромат. Начинается он для меня звучанием такой фруктовой, немножко прохладной жвачки. С выбрамлением сладко-кислых цитрусов. Дальше очень красивый, белый, бархатный, объемный, невероятно сногсшибательный жасмин. Даже веточка жасмина. И она присыпана пудрой, мелкодисперсной пудрой из апельсинового цвета. Также сердце здесь легкое, нежное, едва уловимая свежесть лотоса. И также здесь очень приятная кедровая, ванильная, сандаловая база. Сандал не отдает никакие огурцы, он не рассолит, он не пахнет чем-то таким неприятным, мокрым. Классный аромат. Но сейчас, я повторюсь, он мне пахнет больше не чистотой, а именно цветочностью, припудренностью, жасмином. Жасмин здесь восхитительный. Мне кажется, Наталье Лорсен прекрасно удается воспроизводить ароматы с цветочными красивыми нотами. В частности, вот жасмин у нее во многих ароматах восхитительный. Я выписала себе в блокнот, что на фрагрантике его сравнивают с Карлов Эн Тис. Да, они чем-то похожи. Этот аромат был у меня. Даже если до сих пор у меня флакон от него пустой. Также похож на Тувураф и Берлик. Об этом пишут на фрагрантике. В точку. И похож на Монбла Сигнейча. Напишите, согласны вы с этими сравнениями или нет. Я-то очень люблю узнавать вашу точку зрения. Также здесь есть какая-то небольшая молочность, сливочность. Что-то такое лактонное, но очень приятное, очень теплое и неотталкивающее. Это один из самых лучших вариантов для работы. Для того, чтобы носить его днем и не думать, задушу я кого-то. Буду ли я кого-то своим ароматом напрягать в офисе или нет. В нем можно пойти и в поликлинику с ребенком, и в магазин, на встречу с подругой, на работу. Куда угодно. Абсолютно универсальный аромат, на мой взгляд. Это очень уютный, очень спокойный, нежный, женственный, воспитанный, если можно так выразиться, аромат. У него очень лояльный характер, с ним можно договориться. Почему-то многие пишут, что он плоский, монотонный. Я абсолютно с этим не согласна. На мой взгляд, аромат очень красиво, искристо. И так при этом объемно раскрывается. Он такой узнаваемый, он очень-очень комплиментарный. И вчера он на мне сидел, после дороги он не отстоявшийся был. Он на мне сидел примерно 5 часов. Я его слышала от себя, и даже мой старший сын мне сделал комплимент. Сказал, чем от меня так вкусно, цветочным пахнет. Даже он сказал, что пахнет медом. Почему-то вот для моего Глеба, которому 13 лет, аромат оказался медовым. Так, то, что это аромат 2011 года, я вам уже рассказала. В общем, для меня это не стареющая классика. Он будет актуален на века. Напишите, пожалуйста, кто владеет информацией. Снят он с производства ее только в процессе снятия с производства. Потому что информация в интернете совершенно разная, противоречивая достаточно. Восхитительный аромат. Возможно, мне нужна версия побольше, в 50 мл. Но пока что буду удовольствоваться вот этой восхитительной 30-кой. Я обожаю его. И, кстати, вот я согласна с тем, что красота в мелочах. Красота в мелочах. Вот этот орнамент. Даже на крышечке. Но это такая мелота. Это так приятно. Красивый флакон. Ничего лишнего. И, кстати, вот как флакон выглядит, так этот аромат и пахнет. Очень сливочно, белоцветочно. Притягательно, легко. Классно. Очень красивое оформление. Мне безумно нравится. Красота, правда же? Так, друзья. Ну, а теперь, как я и обещала, сравним его с ароматом Giordani Gold Essence от Ariflame. Это мой самый любимый аромат Ariflame. Вы даже можете вот здесь посмотреть, насколько стильный я его люблю. Но вот такая вот случилась неприятная история. Пока я его везла из дома в квартиру, я каким-то образом потеряла пульвик. Наверное, где-то в моей дорожной сумке нужно поискать. Очень похожи ароматы. Просто реально. Очень похожи. Процентов на 75. Правда, здесь аромат у меня уходит больше в какую-то виноградную историю, больше в шампанское, больше в белое вино. Но аромат Труссарди уходит у меня больше в цветы, в жасмин, в апельсиновый цвет и в свежесть лотоса. Но они по настроению, по цветочному раскрытию, они очень похожи. Но, кстати говоря, вот этот аромат сейчас стоит в Ariflame в районе 3000. Я считаю, это очень дорого для аромата Ariflame. Но звучание у него абсолютно люксовое. В общем, выбирайте, что хотите. Я обладательница двух ароматов, и я этому, конечно, безумно рада. А теперь давайте, друзья, послушаем отливантики, которые пришли с сайта RANDEVU. Первый отливантик фирменный от RANDEVU. Это... так, перепутала. Это у нас от ArCollection Haltad Night. Профимированная вода, полтора миллилитра в таких вот пакетиках. Здесь все подписано. На пробничке тоже есть название. Здесь полтора миллилитра. Друзья, сразу скажу, сразу скажу, очень понравился аромат. Я любительница вишневых ароматов. Я люблю специи. Я люблю выпечку. Я люблю гурманские ароматы. Очень понравилось. Это у нас Ночь любви. Я совершенно не поняла, почему его сравнивают с Лос Черри от того форда. На мой взгляд, это разные ароматы. Здесь больше такая пряная вишня, посыпанная корицей. Очень теплая. Аромат семейных новогодних праздников. Вот с этим ароматом нужно идти гулять в Рождество или в Новый год со своей семьей в лес. Или когда-то с горки. Или я бы надела его на поход в гость, в какие-то рождественские, новогодние праздники, каникулы. Очень красивый, домашний, согревающий, теплый аромат. Из этой вишни высунули косточку, посыпали ее ванилью и корицей. Здесь какие-то еще есть ягодки, такие красноватые, замороженные. Но все равно при этом аромат достаточно теплый. Это какая-то булочка с корицей. А начинка у нее из вишневого джема. Очень вкусно. Сладко, притягательно. Классный такой аромат. Даже секси, я бы сказала. Не дороже он переводится как Ночь любви. Про стойкость еще рано говорить. Я его мало носила. Но предполагаю, что аромат будет достаточно стойкий, диффузный. Очень понравился. Вот прям его подчеркну в своем списке. Самый жирный, толстый чертой. Он должен быть у меня в коллекции. На мне он очень красиво сидит, раскрывается. И вот мне кажется, под мой характер, под мой вкус, он мне очень хорошо подходит. Это у нас Атар Коллекшн. Халтат Найт. Вот здесь уже не такая радостная история. Это у нас аромат The Queen of Sheba от Атар Коллекшн. Точно так же все выглядит. Полтора миллилитра. Опять же, здесь есть надпись. Ничего не перепутаете. Друзья, сейчас, наверное, буду прям сильно ругаться. Чего-то я, наверное, не поняла. Сегодня переслушала его заново. Опять не поняла. Возможно, нужно дать ему отстояться. Но что-то не то. Это у нас аналог аромата Плохой девочки от Килиана. Там я прекрасно помню, как аромат пахнет. Там и персики, там и османтус. Там и небольшая табачность. Точно помню, что там есть и туберозы, и другие белые цветы, и цитрусы. Здесь вроде бы все это есть. Но я слышала, как будто всю вот эту вот прелесть завернули в грязную тряпку, намочили водой, несвежей водой, и бросили в лужу с грязью. У меня есть собака, огромный, прекрасный, замечательный пес. Его зовут Тайсон, немецкая овчарка, ему 8 лет. И когда пройдет дождь, его шерсть очень специфически пахнет. Как хорошо, что он живет у меня на улице, а не в доме или в квартире. Я бы такой аромат не смогла бы вытерпеть в помещении. Но вот здесь есть какой-то вот такой вот презапах. Аромат мокрой собаки, мокрые собачьи лапы, обваленные в грязи. Аромат грязной пыльной тряпки. Я что-то не понимаю. Меня даже вот немножечко сейчас поташнивает, честно говоря, когда я нюхаю этот аромат. Бэх. Бэх. Что-то не то, ребята. Что это происходит? Напишите мне, у кого есть отар коллекшн The Coyne of Sheba. Я ни в коем случае не сомневаюсь в оригинальности этого от Леванта. Но какие-то ноты в совокупности дают мне вот это отвратительное ощущение мокрой, пыльной, грязной тряпки, которые только что протирали мокрую, грязную, вонючую собаку. Бэх. Бэх. Но я точно помню, что здесь есть в сердце тубероза, а тубероза со мной очень часто шутит, как правило, злые шутки. То она мне слышится, как детская, извините, рыгулька, то она мне вот слышится, как какая-то грязь, то как пыль, то как тряпка, то как что-то мыльное, рыльное, непонятное из Советского Союза. Не знаю, не знаю, у меня какие-то противоречивые и такие упатнические настроения и чувства. Он на мне не раскрывается. Вот как он начинает звучать, вот этим османтосом, персиком небольшим таким каким-то пыльным, так он и продолжает звучать. То есть я здесь даже не слышу базы, хотя база там достаточно красивая. Он химозный, он удушливый, и все-таки я грешу на туберозу. Скорее всего, тубероза мне здесь явно не подходит. Если бы у меня был целый флакон этого аромата, я вот реально, я бы так расстроилась, я не знала бы, куда его девать. Флакон невероятно красивый, шикарный, тут ничего против не имею. Оформление всех ароматов от Art Collection восхитительное. Но аромат The Queen of Sheba абсолютно не мой формат, вообще не мое. Мне кажется, что он более прозрачный и не такой сладкий, как плохая девочка. Но при этом, опять же, он какой-то грязный, он удушливый, химозный, ненатуральный. И, на мой взгляд, это совершенно неудачный аромат у Art Collection. Друзья, пожалуйста, напишите мне название ваших любимых Art Collection, что вы мне порекомендуете послушать. Я сейчас очень сильно увлечена вот именно этим брендом. Мне хочется знакомиться со всеми этими ароматами. Видела у многих блогеров целые, просто вот коллекции выстроены на полках из этих огромных флаконов. Но, честно скажу, я бы точно сделала какие-то маленькие версии, примерно 20 мл, 30 мл. Вот у меня есть этот маск Кашмирова, там где 100 мл, это огромная байда. Я ему очень часто пользуюсь. Он мне до сих пор нравится, такая шумировая, такая мускусность, аромат чистоты, аромат свежего тела. Мне до сих пор безумно нравится. Рука тянется к нему прям вот прям очень часто. Но я понимаю, что этого флакона мне хватит лет на 5, может быть, даже и 6-7. Еще моей дочке достанется. Я бы сделала, конечно, флаконы в более миниатюрных версиях. Возможно, они и есть, я об этом еще не знаю. Напишите, опять же, пожалуйста, в комментариях. В общем, вот такой противоречивый достаточно заказ получился. Я безумно рада, что сбылась моя первая парфюмерная охотелка в этом году. Это прекрасно, это замечательно. И я верю в то, что каждый месяц у меня будет появляться мой самый долгожданный аромат из того самого списка. Трицаточка есть, таки буду еще обдумывать покупку 50 мл. Буду смотреть, мониторить цены. Если есть еще ароматы в продаже, буду обязательно наблюдать за этим. Так, халтат найт, любовь, вишневая, теплая, корица, пирог, домашняя выпечка, уют, семья, встречи, общения, радость. Классный, вот просто замечательный, очень его хвалю. Безумно понравился. Буду, скорее всего, искать по хорошей цене полноразмерный флакон. Ну, еще раз повторимся, документы в шебо. Мокрая, пыльная, грязная собака и тряпка мне не нужна в моей коллекции. Что-то не то, я не понимаю, что-то не то. Какие ноты меня здесь так сильно бесят? Я не понимаю, буду разбираться. Ни в коем случае не рекомендую покупать полноразмерный флакон без знакомства. Единственное, что вот, если вам очень сильно хочется познакомиться, поступите, как я, купите тоже себе такой отливантик, 200 рублей, 200 с чем-то рублей. Я считаю, что он более-менее адекватная цена. Ну что, мои дорогие, я вас от всего сердца благодарю за внимание. Я желаю вам всего самого хорошего. Желаю вам крепкого здоровья. И чтобы ваши парфюмерные, косметические и все-все-все хотелки, желания, цели, планы, жизни сбывались как можно скорее. Обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение о данных ароматах. Я благодарю вас за внимание. Целую и обнимаю. Встретимся совсем скоро в новых видео. Пока-пока!